Еще два претендента изъявили желание стать мэром Омска. Это депутата законодательного собрания региона Виктор Жарков, который лишь со второго раза смог зарегистрироваться в качестве кандидата. Ему пришлось донести еще несколько справок. И Игорь Антропенко, который оказался более подготовленным и принес необходимый пакет документов. Сразу после этого парламентарий провел брифинг для журналистов. Антропенко поделился своими рабочими планами на посту у градоначальника. Среди них развитие городского электротранспорта, строительство подстанции Садовая, переоценка кадастровой стоимости муниципальной земли. Кроме того, Антропенко прокомментировал свое отношение к возможному закрытию улицы Ленина на целый год из-за ремонта. Конечно, негативно. Вопрос, понятно, ограниченности нашей транспортной инфраструктуры. Поэтому здесь, конечно, надо вырабатывать максимально безболезненные решения. С другой стороны, от пряника отказываться тоже как бы глупо. С другой стороны, я считаю, что год это слишком много. Хотелось бы, чтобы эти работы были проведены в более короткий период времени.